Всем привет, с вами Информ ТВ. Имя советского актера Виктора Корешкова современным зрителям вряд ли знакомо. В кино у него всего 14 работ, самая известная – «Полковник в государственной границе». Он играл в московских театрах, однако больше прославился как муж знаменитой Натальи Гундаревой. Он трижды женился на артистках, но по-настоящему стал счастливым с женщиной, далекой от мира искусства. Первый раз он женился еще в студенчестве на сокурснице Натальи Харахориной. Вы можете знать ее по фильмам «Пираты 20 века» и «Белые росы». Любовь была такой сильной, что не стали ждать получения дипломов и сыграли свадьбу. Но поклялись друг другу, если кто-то изменит, прощения быть не может. После училища Виктора приняли в труппу театра Маяковского. Главная роль не только принесла ему известность среди столичных театралов, но и разрушила семью. Партнершей по спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда» была Наталья Гундарева. Они играли любовников и довольно быстро опылкие чувства на сцене перешли в реальную жизнь. Жена Наташа помнила клятву и предательство не простила. Корешков развелся и женился на Гундаревой, тем самым отвернув от себя многих коллег в театре. Но и этот брак продержался недолго. Во время съемок фильма «Мнимый больной» Виктор влюбился в певицу и актрису Валентину Игнатьеву. Она была в приятельских отношениях с Гундаревой и та очень часто жаловалась, что ее брак с Корешковым трещит по швам. Когда Наташа с Виктором развелись, он позвонил Игнатьевой и признался в любви. Валя стала его третьей женой и родила актеру единственного сына Ивана. Но мальчику не было и четырех лет, когда родители расстались. В 90-е годы не стало работы в кино и в театре. Виктор понял, что с актерством надо завязывать и уехал в село. Арендовал землю, стал фермером, верующим человеком, посещал службы и часто жертвовал деньги на храм. Там он снова женился и опять супругу звали Наташа. Только теперь это была простая деревенская женщина, с которой Корешков прожил в любви и согласии до самой своей смерти в 2011 году. А вы помните прекрасный фильм «Государственная граница»? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!